Тайны Мезозойской эры. Юрский период. 199 миллионов лет назад заканчивается Триасовый период. Наступает время Юрского периода. Продолжается активный распад суперматерика Пангея. После массового вымирания природа начала постепенно восстанавливаться. Но после раскола гигантского материка животные уже не могли свободно передвигаться по всей планете. Обильные дожди начали пропитывать влагой древние Триасовые пустыни. Мир вновь стал более зеленым, с более пышной растительностью. Когда Пангея начала раскалываться, возникли новые моря и проливы, в которых нашли прибежище новые типы животных и водорослей. Губки и мшанки, морские звезды и морские лилии, значительное распространение получили в Юрский период пятирукие морские лилии. Образовались гигантские коралловые рифы, приютившие многочисленных аммонитов. Появились предки осьминогов и кальмаров под названием белемниты. В Юрских морях было большое множество различных видов рыб. Это скаты и акулы, а также костные, хрящевые и гоноидные рыбы. Лучеперые рыбы заняли доминирующую нишу в Юрском периоде. Самая большая лучеперая рыба того времени – это литсихтиз. Морское существо достигало 16 метров в длину и питалось планктоном, как современные киты и китовые акулы. В Юрском периоде появились первые сельдеобразные. Хрящевые рыбы продолжают пребывать в упадке, видимо из-за того, что ихтиозавры и птеригии успешно конкурируют с акулами. В этот период вымирает одна из древнейших акулообразных – геликоприон, который был известен еще с каменно-угольного периода. В Юрском периоде аммонитов стало меньше, чем в Триасе. Белемниты были близкими родственниками современных каракатиц и кальмаров. Эти морские обитатели имели внутренний скелет сигарообразной формы. Белемниты, подобно современным осьминогам и кальмарам, вырабатывали чернильную жидкость и использовали ее для создания дымовой завесы, когда пытались спастись от хищников. В морях Юрского периода получили значительное развитие также двустворчатые моллюски, особенно принадлежащие к семейству устриц. Среди брюхоногих моллюсков Юрского периода присутствуют два рода, дожившие без изменений до наших дней. Это прудовики и катушки. Морские ежи постепенно эволюционируют, превращаясь из продолговатой формы в круглую. На суше, в озерах и реках обитало множество разных видов крокодилов, широко расселившихся по земному шару. Положили свое начало и морские крокодилы с длинными рылами и острыми зубами для ловли рыбы. Некоторые разновидности крокодилов даже отрастили ласты вместо ног, чтобы удобнее было плавать. Хвостовые плавники позволяли крокодилам развивать в воде большую скорость, чем на суше. Появляются новые роды ископаемых черепах, а современные черепахи появляются уже в конце Юрского периода. Появилось огромное количество видов плезиозавров и ихтиозавров, которые серьезно соперничали с новыми быстроходными акулами и чрезвычайно подвижными костными рыбами. В пресноводных водоемах обитало большое количество земноводных. Это почти современные саламандры, лягушки и червяки. Появляется много ракообразных. Это усоногие, десятиногие, листоногие раки и пресноводные губки. Как известно, первые ихтиозавры появились еще в периоде. В Юрском периоде эти рептилии идеально приспособились к жизни. Хотя ихтиозавры относились к рептилиям, по их ископаемым останкам можно предположить, что эти животные были живородящими и производили на свет готовое потомство как млекопитающее. Возможно, детеныши ихтиозавров рождались в открытом море подобно китам. Плезиозавры также были большой группой хищников, обитавших в Юрских морях. У плезиозавров было толстое туловище с четырьмя листообразными конечностями и длинная змеевидная шея с маленькой головой. Морские хищники охотились за косяками небольших рыб при помощи своих гибких шей. Еще одна группа короткошеих хищных рептилий – это плеозавры. Плеозавры проводили жизнь на больших глубинах. Некоторые крупные плеозавры охотились также на менее крупных плезиозавров и ихтиозавров. Юрские моря были относительно мелководными, поэтому в подобных местах хорошо сохранились остатки животных, занесенные морскими течениями или волнами. Большая растительность юрского периода способствовала широкому распространению пресмыкающихся. Самые первые динозавры появились более 200 миллионов лет назад. За 140 миллионов лет своего существования эти популярные существа эволюционировали во множество самых разнообразных видов. Динозавры распространились по всем материкам и приспособились к жизни в самых различных средах обитаниях. Одни динозавры были не крупнее белки, а другие весили более 15 взрослых слонов вместе взятых. Одни тяжело переваливались на четырех ногах, другие бегали на двух ногах быстрее, чем олимпийские чемпионы в спринте. Благодаря динозаврам появилась такая наука, как палеонтология. Итак, большинство динозавров юрского периода относятся к отряду заврисхии, но существовал также отряд птицетазовых динозавров или отряд орнитисхии. Отряды делились на подотряды, среди которых выделялись самые известные – зауроподоморфы. Подотряды, в свою очередь, делились на инфраотряды. Самый популярный инфраотряд – это зауроподы. Зауроподы передвигались на четырех ногах и имели на ступнях по пять пальцев. Основная пища была растительная. Зауроподы имели длинную шею, маленькую голову и длинный хвост. На данный момент между знатоками палеонтологии идут нешуточные споры по поводу, могли ли динозавры иметь два мозга. Одни утверждают, что второй мозг был у таких существ, как стегозавр. Другие же яростно опровергают эту теорию. Зауроподы с длинными шеями бродили по йорским саваннам и выедали всю растительность, до которой могли дотянуться. После прохождения стада зауроподов густой лес превращался в безжизненную пустыню. Зауроподы вели стадный образ жизни. У некоторых видов взрослые особи заботились о детях и подростках. У других видов зауроподов дети росли отдельно от родителей, а в стадо вливались уже подросшие особи. В серии фильмов про парк юрского периода показывают, что зауропод жует листья и ветки. На самом деле зауроподы откусывали и сразу проглатывали растительность. Пища попадала в желудок и уже там перетиралась с помощью камней, которые животные заглатывали заранее. А это самое многочисленное семейство юрских зауроподов. Диплодоки и их многочисленные разновидности. Самым крупным зауроподом считается амфицелий. Масса этого животного достигала до 150 тонн, а длина до 50 метров. Большинство особей семейства диплодоков не превышало 25 метров и вес был не более 40 тонн. К семейству диплодоковых относились такие животные, как суперзавр, апатозавр и, конечно, сам диплодок. Диплодок появился раньше многих зауроподов и является древнейшим динозавром. В длину этот травоядный достигал до 28 метров. Суперзавр из этого же семейства большую часть своей жизни проводил на болотах и озерах, где пасться и спасался от хищников. Апатозавр или бронтозавр был достаточно высоким, имел большой горб на спине и очень толстый хвост. Как и все диплодоки, апатозавр предпочитал жить в болотистых местностях. От семейства диплодоков произошло еще одно семейство под названием дикриозавры. Это были небольшие животные по сравнению с диплодоками, не больше 10 метров в длину и не больше 4 тонн весом. Это семейство макронарий, самое разнообразное семейство после диплодоков. Различий у этих зауроподов с зауроподами-диплодоками было немного. Эти животные издавали более громкие звуки, чем диплодоки, за счет больших кожаных мешков, расположенных под носом. Самым популярным видом среди макронарий были брахиозавры. Брахиозавры могли доставать листья с более высоких деревьев. Диплодоки этого делать не могли. Несмотря на то, что все макронарии были небольшими, брахиозавр был настоящим гигантом. Длина среднего животного была до 27 метров, а вес до 50 тонн. Ежедневно брахиозавру было нужно питание в размере 500 килограмм зеленой массы. Самыми маленькими зауроподами юрского периода считались анхизавры, до 4 метров в длину и всего до 30 килограмм весом. У какого зауропода была самая длинная шея? У маминчизавра. При общей длине тела 25 метров, длина шеи травоядного составляла 15 метров. В юрском периоде также существовали примитивные зауроподы. Это были вулканодонты, предки диплодоков и макронарий. У этих динозавров кости не были пустотелыми, как у продвинутых зауропод, а были почти сплошными. Шея у животных была короткой, а тело не было приспособлено для тотального поедания растительности. Вулканодонты могли есть траву и объедать деревья, но в гораздо меньшем количестве, чем потомки. Вес этих животных мог доходить до 48 тонн, а длина до 18 метров. Еще один предок зауроподов, обитавший в начале юрского периода. Шунозавр. Это животное отличалось от других представителей прозауроподов тем, что имело булаву на хвосте. Этим оружием шунозавр защищался от врагов. В середине юрского периода прозауроподы не выдержали конкуренции с эволюцией и тихо вымерли. Ну и конечно, в юрском периоде процветал под отряд тероподов. Тероподы представляли собой всех хищных динозавров на нашей планете. Хищники передвигались на двух ногах, которые практически не отличались от птичьих. Многие тероподы насиживали яйца, как птицы. У некоторых теропод были перья. Долгое время считалось, что птицы произошли от теропод. Сейчас большинство палеонтологов сходятся на том, что птицы отделились от основной линии архозавров еще в триасе, а сходство теропод с птицами просто шутки параллельной эволюции. Передние конечности теропод внешне похожи на человеческие, но строение костей и мышц у теропод совсем другое. Их руки были гораздо меньше подвижные, чем у нас. Тероподы не могли вращать кистью, поворачивая ее ладонью вверх или вниз. А у некоторых хищников пальцы на руках вообще не гнулись. Итак, какие тероподы обитали в юрском периоде? Отряд под названием целофизоиды. Эти проворные хищные твари достигали до полутора метров в длину и весили до 300 килограмм. Мелкие целофизоиды не были настоящими хищниками. Они питались насекомыми и падалью. Более крупные виды охотились на зауропод и прозауропод, когда эти животные были небольшого роста. Самым крупнейшим целофизоидом считался дилофазавр. Идут громкие споры среди палеонтологов о том, как выглядел дилофазавр. Имело ли это животное капюшон и плевалось ли оно ядом? Большой вопрос. Еще одну линию теропод представляли циратозавры. Ученые очень часто зачисляли новые и неизвестные виды динозавров к циратозаврам, и поэтому этот подотряд стал очень многочисленным. В нем были животные от 1 метра и до 12 метров, а вес мог колебаться от нескольких килограмм до 1 тонны. Некоторые циратозавры перешли к растительноядному образу жизни. Потом тероподы разделились на совершенных и несовершенных хищников. Совершенные хищники стали называться титанурами. Самыми древними представителями титанур являлись креолофазавр и певетяозавр. Креолофазавр интересен тем, что обитал в Антарктиде и спокойно переносил зимние морозы. Следующим семейством юрских теропод были мегалозавриды или огромные ящерицы. Мегалозавриды – это крупные хищники до 12 метров в длину и до 5 тонн весом. Эти звери охотились на молодых особей крупных зауропод, а также поедали тела старых особей, умерших своей смертью. Самый огромный хищник из этого семейства был торвозавр. Торвозавр обладал громадными острыми зубами, похожими на зубья пилы. С помощью таких зубов хищник разрывал плоть своих жертв. Мегалозавриды заселили все районы земного шара. Палеонтологи находили останки и в Северной Америке, и в Европе, и в Африке. В самом начале своей эволюции особи этого семейства были хрупкими и маленькими, но поздние мегалозавриды были настоящими гигантскими чудовищами. Мускулистые передней конечности помогали при охоте на крупных растительноядных динозавров. Острые когти, несомненно, оставляли ужасные рваные раны в боку, захваченные врасплох жертвы. Могучая шея хищника позволяла ему со страшной силой вонзать кинжаловидные клыки глубоко в тело добычи и вырывать из нее громадные куски еще теплого мяса. Еще один инфраотряд тероподов, который заслуживает внимания – это карнозавры. Размеры юрских карнозавров составляли до 12 метров, а вес до 5 тонн. Самым известным из карнозавров был аллозавр. Несмотря на большие размеры, аллозавры были весьма подвижны. На короткой дистанции хищники развивали скорость до 55 км в час, а сильные и ловкие руки аллозавра позволяли уверенно хватать мелкую верткую добычу. Многие палеонтологи считают, что аллозавры собирались в стаи и атаковали стадозауропод, выбирая относительно небольших особей. Также есть теория о том, что взрослые аллозавры заботились о потомстве, в частности отдавали детям часть добытого мяса. Кстати, аллозавр не был самым большим карнозавром. Самым большим карнозавром был эпантериас. Этот теропод в длину достигал около 12 метров, что делало это животное больше аллозавра. Эпантериас, как и аллозавр, наверняка мог использовать свою челюсть как топор, ударяя в жертву. Все остальные тероподы относятся к целлурозаврам. Многие из хищников имели перья, подобные перьям современных птиц. Долгое время птицы считались потомками целлурозавров. Общим предком всех целлурозавров считается процератозаврус. Подотряд целлурозавров состоит из трех инфраотрядов. Это четырехметровые динозавры целлуриды. Второй инфраотряд представляют кампсогнатиды – маленькие тероподы до трех килограмм веса. Рацион питания этих маленьких хищников состоял из грызунов и насекомых. И третий инфраотряд состоял из тиранозавридов. Юрские тиранозавриды были предками знаменитого тиранозавра. Хищники были не более четырех метров в длину и имели примитивное пуховое оперение. Ну а все дальнейшие тероподы носят общее название манерапторы. Изначально считалось, что это прямые предки птиц. Но оказалось, что манерапторы не имеют к птицам никакого отношения. Вот так выглядит один из подотряда манерапторов. Эпидексептерикс. Такие существа сначала были не более двух метров в длину, а потом и вовсе стали уменьшаться. Эти мелкие хищники в основном вели древесный образ жизни. Знаменитый стегозавр. Малоподвижный, бронированный, растительноядный динозавр. Это животное относилось к подотряду тиреофоров. Размеры стегозавров варьировались от 4 до 12 метров. Вес от 150 килограмм до 4,5 тонн. Огромные гребни на спине и опасные шипы на хвосте были необходимым оружием против хищников. Стегозавры паслись стадами. Взрослые особи заботились о детях. Также из подотряда тиреофоров выделялся второй инфраотряд. Это анкилозавры. Эти животные полагались на более мощную пассивную защиту. Тело анкилозавра было покрыто костными пластинами. В юрском периоде анкилозавры только формировались. Панцири юрских травоядных были еще не очень прочными. В длину юрские анкилозавры достигали 4 метров и весили 1 тонну. А это подотряд птицетазовых динозавров – цераподы. Основной инфраотряд цераподов представляли орнитоподы. Эти растительно-ядные динозавры обитали в лесах и не защищались от хищников, а просто убегали от них. В длину юрские орнитоподы достигали до 8 метров и весили до 700 килограмм. В конце юрского периода от орнитопод отделились маргиноцефалы, которые начали отращивать рога на голове. В подотряде птицетазовых динозавров особняком стоит семейство гетеродонтозавров. Это единственные динозавры, у которых были резцы, клыки и коренные зубы, почти как у млекопитающих. Гетеродонтозавры занимали в юрском периоде экологическую нишу современных свиней. Животные выкапывали из землекорения передними конечностями, разгрызали своими продвинутыми зубами шишки и орехи, не брезговали насекомыми, а при случае ловили и ели мелких зверьков. Также в юрском периоде существовали отдельные виды птицетазовых динозавров, которые не входили ни в одну из больших групп. Появляется множество мелких хищников с клювовидными челюстями. Это чешуйчатые липидозавры. Сегодня в современной Африке живут стадные животные, такие как газели, буйволы и зебры. Огромные многотысячные стада мигрируют с одной части Африки на другую. В юрском периоде зародилось нечто похожее. Тысячи гадрозавров, сбившись в стадо, путешествовали по древним землям нашей планеты. Гадрозавры щипали низкорослую растительность своими роговыми клювами, а затем пережевывали ее крепкими коренными зубами. После триасово-юрского вымирания выжил единственный надотряд руроратцев. Это были крокодиломорфы. В самом начале юрского периода доминировали сфенозухи. Эти животные достигали всего до полутора метров длиной. Другие представители крокодиломорфов были еще меньше. Протазухи. В длину достигал одного метра, а вес был не более 40 килограмм. Со временем группа эволюционировала и разделилась на несколько новых групп. Более продвинутую группу представляли талатазухи. Это были морские крокодилы, у которых лапы превратились в плавники. Талатазухи делятся примерно пополам на два семейства. Это метриоринхиды и телеозавры. Метриоринхиды достигали в длину 6 метров и обитали в открытом море. Морские хищники обзавелись хвостовым плавником и приучились пить морскую воду. Подобно морским черепахам, метриоринхиды выходили на берег только чтобы отложить яйца. Телеозавры могли вырастать до 9 метров и обитали у берегов. По виду и поведению эти существа практически не отличались от современных крокодилов. Предки современных крокодилов относились к группе неозухов. Это были гониофилидиды, которые могли достигать до 4 метров в длину и выглядели почти как современные крокодилы. И маленькие крысоподобные сухопутные атопозавриды. В юрском периоде резко ускорилась эволюция насекомых. Древняя природа наполнилась нескончаемым жужжанием и потрескиванием, которое издавало множество новых видов насекомых, ползающих и летающих повсюду. Среди них были предки современных муравьев, пчел, уховерток, мух и ос. Появляется множество различных стрекоз, жуков, цикад, клопов и пауков. Позднее, в меловом периоде, произошел новый эволюционный взрыв. Когда насекомые начали налаживать контакты с только что появившимися цветковыми растениями. В юрском периоде в воздух поднялись тысячи птерозавров. Это были первые и самые крупные летающие позвоночные животные, относящиеся к архозаврам. Взлет эволюции этих животных пришелся на юрский период. Самые известные птерозавры начала мезозоя были птеродактиль и рамфоринг. Рамфоринхи имели длинные хвосты, длинные узкие крылья и большой череп с многочисленными зубами. Рамфоринхи могли взлетать с земли. Хозяева неба селились на берегах рек, озер и морей. Размах крыльев рамфоринхов мог достигать двух с половиной метров. Птенцы рамфоринхов могли летать и самостоятельно питаться сразу после вылупления из яйца. Среди рамфоринхов выделяется семейство анурагнотиды. Это были маленькие насекомоядные рамфоринхи размером с воробья. В середине юрского периода от анурагнотид произошли птеродактиль. Эти птерозавры обладали крыльями более эффективной конструкции и не нуждались в хвосте для маневрирования в воздухе. По размерам и образу жизни птеродактиль ничем не отличались от рамфоринхов. Многие птеродактиль имели на голове длинный окостеневший гребень для улучшения аэродинамики. Питались летающие существа рыбой, иногда морскими лилиями, моллюсками, насекомыми. Для того, чтобы взлететь, птеродактиль вынуждены были спрыгивать со скал или деревьев. В юрском периоде появляются и первые птицы. Предками первых птиц являлись древние присмыкающиеся псевдозухие, жившие в триасовом периоде и давшие начало также динозаврам и крокодилам. Известно три рода юрских птицеподобных существ. Архиоптерикс скорее манераптор, чем птица, а лонгиоптерикс почти наверняка птица. Нечто вроде современного зимородка. Но птицы в юрском периоде были еще большой редкостью. Еще один род животных, который стал расцветать в юрском периоде. Липидозавроморфы, предки ящериц и змей. Большинство юрских липидозавроморфов относятся к завроптеригиям. Это морские присмыкающиеся, ведущие образ жизни наподобие современных тюленей. Самый большой подотряд юрских завроптеригий – это плеозавры. Это крупные и очень крупные хищники с короткой шеей, удлиненной головой и большой пастью. Плеозавры могли достигать длину до 20 метров. Интересная особенность была у плеозавров. Это особая конструкция ноздрей, которые служили не для дыхания, а исключительно для обнюхивания воды. Плезиозавры отличались от плеозавров маленькой головой на длиной шее. Плезиозавры тоже были хищниками, но питались более мелкой добычей. Длина юрских плезиозавров составляла от 5 до 8 метров. Ящериц в юрском периоде было немного. Больше половины составляли клювоголовые ящерицы, типа современной готерии. Некоторые из ящериц жили в пресноводных водоемах. Род синапсид юрского периода состоял из примитивных животных. Наподобие современных утконосов и ехидн. Единственное известное исключение – недавно открытый боброхвост выдрообразный. Этот зверь достигал в длину 42 сантиметров. Также интересен фруйтофосор – первый в истории земли муравьед размером с бурундучка. Среди млекопитающих появились хищники. Некоторые из этих животных приспособились к жизни на деревьях. В это же время, примерно 160 миллионов лет назад, появляются и первые плацентные млекопитающие. Например, прародитель всех плацентных – Джурамайя Синенсис. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Ставьте палец вверх и оставляйте комментарии. Не забудьте подписаться, если еще этого не сделали. А также жмите в колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные выпуски от канала Реальное Нереальное.